Финансовый деловой туристический центр регионального значения. Таким видят авторы нового генплана Краевую столицу в ближайшие 20 лет. К тому же, по прогнозам, население города за это время вырастет до 740 тысяч человек. Значит, нужно больше жилья и офисов. Так что вспомнили и о самых фантастических планах. Проект застройки острова Помаскин многоэтажными зданиями будоражит воображение барнаульской общественности уже около 10 лет. То, что ему нашлось место и в новом генеральном плане Барнаула, говорит о том, что уж если не нашим детям, так хотя бы внукам, удастся полюбоваться барнаульским Манхэттеном. Насколько можно судить, одна из фишек нового генплана – более активное освоение правого берега Аби. Также предполагается реконструкция речного порта и барнаульского аэропорта. С развитием туризма в регионе поток пассажира должен увеличиться до миллиона в год. Что же касается жилья, то его застройку в сторону аэропорта предлагается притормозить. Вместо этого планируют более активно сносить ветхое жилье, заменяя его новостройками. Где люди, там и транспорт. В генплане сказано следует проложить ряд объездных дорог, например, от космонавтов до Змеиногорского. А также расширить до магистралии Власихинскую, Антона Петрова и Юрина. Вспомнили и про знаменитый тоннель. Проект тоннеля под железнодорожными путями, который должен связать проспект Красноармейский и улицу Юрина. Несмотря на свою, казалось бы, фантастичность и дороговизну, он также учтен в новом генплане, что дает шанс на его реализацию. Документы проекта выложены в открытый доступ на официальном сайте мэрии. А потому в СМИ и социальных сетях уже появились критические замечания. К примеру, пользователи отметили, планов громадье, а как быть с финансированием, учитывая непростую ситуацию в стране. Специалисты же уверены в другом. Саму форму генплана стоит сделать более современной. В общем-то, даже виртуальная модель города. Причем такая, где можно увидеть и наличие сетей инженерных, коммуникаций. Потому что любой человек, который захочет что-то построить, он может обратиться к этому генплану, посмотреть конкретное место и узнать максимальную информацию, получить о нем. Впрочем, знатоки уверяют, документ не окончательный. Работа над ним, по сути, только начинается. Документ это кроворода, который затрагивает интересы многих жителей города Барнаула. И, в частности, генеральный план подлежит обязательному прохождению процедуры публичных служений. Этому посвящена статья 28 Радостроительного кодекса Российской Федерации. Именно такие публичные слушания, как сообщили сегодня в мэрии, намечены на январь следующего года. Отдельно чиновники подчеркивают, высказать свое мнение о будущем облике города могут не только специалисты, но и простые горожане, как лично, так и с помощью средств массовой информации. И замечания будут учтены. Ну а завтра о генплане подробнее расскажут журналистам. Так что ждите очередной материал. Илья Кочетков, Александр Антропов, информационный канал Город.